Акушеры-гинекологи, генетики, неонатологи, педиатры. В Тихоокеанском государственном медицинском университете сегодня лучшие специалисты, которые работают с детьми и беременными женщинами. Новые современные методики неонатального скрининга. Вот главная тема конференции о профилактике, диагностике и лечении врожденных болезней. Сейчас мы приходим к тому, что делают, собственно говоря, в большинстве социализованных стран. Мы приходим к тандем масс-спектрометрии. Это метод, который позволяет в одном пятне крови определить уже 35 заболеваний, новых которых мы ранее не подределяли. К сожалению, зачастую пациенты наши приходили в тяжелом состоянии, потому что их врачи не смогли диагностировать вовремя. Не в силу того, что они недостаточной квалификации, а в силу того, что, может быть, заболевания редкие. Генетические патологии сегодня на втором месте среди причин младенческой смертности. Статистика такова. Каждый сороковой житель Приморья – носитель фенилкетонурии. Каждый 35-й носитель гена муковисцидоза. Это наследственные болезни обмена веществ, которые поражают головной мозг, центральную нервную систему, легкие. И сегодня врачи могут вовремя диагностировать эти болезни, чтобы начать лечение. Фенилкетонурия выявляем, гипотиреоз выявляем, и адреногенетриальный синдром тоже выявляется. Четыре ФКУ в год. Фенилкетонурия, да, четыре случая в год, где-то адреногенетриальный синдром поменьше у нас идет. Приморский край – один из первых регионов, где начнут проводить обследование новорожденных с помощью тандем масс-спектрометрии. Технология прежняя. Из пяточки младенца берут всего одну каплю крови. Улучшение диагностики этой патологии должно, в общем-то, дать большой прирост в плане того, что мы будем ее своевременно диагностировать. Если это несовместимость с жизнью пороки развития, либо хромосомная патология, эта беременность не вынашивается дальше. Ну, а если это совместим мы с жизнью пороки, то у нас есть время для того, чтобы направить куда-то на центральные базы, корректировать эти пороки развития. Профилактика развития генетических болезней достаточно простая. Врачи рекомендуют за три месяца до предполагаемой беременности пропить фолиевую кислоту и сдать анализы на инфекции. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.